Всем привет! Смотрите о полезных правках реестра в операционной системе Windows 11. Как безопасно и эффективно изменить реестр? Реестр Windows – это мощный инструмент, который хранит ключевые настройки системы. И хотя он может показаться сложным и непонятным для многих пользователей, использование ее функций может принести значительные преимущества. Далее в видео мы рассмотрим несколько правок, которые помогут улучшить и упростить работу с операционной системой Windows 11. А еще как это сделать безопасно? Мешательство в реестр может привести к повреждению вашей Windows. Рекомендуется точно следовать инструкциям и не править его, если вы не уверены в своих действиях. Прежде чем приступать к редактированию реестра, рекомендуется создать точку восстановления Windows. Сделать это нужно в целях безопасности. В том случае, если изменения реестра вызовут какие-либо проблемы в работе компьютера, вы сможете быстро восстановить его в рабочее состояние из резервной копии. Чтобы создать точку восстановления, откройте окно «Выполнить» правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или «Сочетание клавиш Windows Plus R». Далее введите здесь «SysDM Cpl». Enter. Далее откройте вкладку «Защита системы». Выделите системный диск и нажмите «Настроить». После установите отметку напротив «Включить защиту системы». ОК. После включения защиты опция «Создание точки восстановления» станет активной. На этой вкладке нажмите «Создать». Укажите имя контрольной точки и нажмите «Создать». По завершению у вас будет резервная копия системы, которой вы сможете вернуть ПК в случае проблем. Один из самых востребовательных и популярных правок реестра для Windows 11 – это восстановление старого контекстного меню, как было в Windows 10. Для этого запустите реестр. Кликните по меню «Пуск» «Выполнить». Введите «RecEdit». Enter. В открывшемся к ней реестр перейдите по такому пути. Далее кликните по папке «CL Seed» правой кнопкой мыши. Новый ключ. Измените его имя. Затем в этой папке нужно создать еще один ключ с таким именем. Далее откройте файл по умолчанию. Здесь необязательно вводить какое-либо значение и нажмите «Ок» для сохранения. После внесенных изменений, кликнув правой кнопкой мыши по рабочему столу, вы видите старую привычную версию контекстного меню. Следующие изменения касаются меню «Пуск». Как вы заметили, в меню появилось окно поиска Bing и каждый раз, используя локальный поиск на компьютере, он также выдает результаты из Bing. Убрать его можно немного по праву реестр. Для этого перейдите по следующему пути. Кликните по папке «Windows» правой кнопкой мыши. Новый ключ. Измените его имя на «Explorer». После в данной папке нужно создать новый параметр «Devore 32 бита». Присваиваем ему имя и устанавливаем параметр «1». ОК. После перезапуска системы или просто перезапусти Windows Explorer поиск Bing пропадет из меню «Пуск». Для перезапуска проводника откройте «Диспетчер задач», кликните правой клавишей мыши по меню «Пуск», «Диспетчер задач». Здесь ищем Windows Explorer «Проводник» и справа вверху «Перезапустить задачу». После, открыв меню «Пуск» и нажав «Поиск», вы увидите, что Bing был отключен. Еще одна правка, связанная с контекстным меню – добавление в него любого приложения. Если вы часто используете конкретную программу, для удобства ее можно добавить контекстное меню Windows 11, немного изменив реестр. Для этого перейдите по такому пути. Здесь в папке shell нужно создать новый ключ с именем программы. Я покажу на примере реестра. Добавлю ярлык запуска реестра в контекстное меню. Называю папку recedit. В созданной папке нужно добавить подпапку с именем command. Теперь нам нужно найти путь, по которому лежит файл для запуска реестра. Открываем «Проводник», «Мой компьютер», «Диск C», «Windows», здесь ищем .exe файл реестра. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем «Копировать как путь». Затем возвращаемся к реестру, открываем файл «Дефолт» и в эту строку вставляем скопированный путь к файлу. Жмем ОК. После закрываем реестр. Теперь, кликнув правой кнопкой мыши, мы увидим в контекстном меню добавленный ярлык для запуска реестра. Таким образом, для запуска из данного меню можно добавить любую программу. Следующие изменения касаются автообновления системы. Если вы не хотите, чтобы система обновлялась автоматически, это можно исправить через реестр. Для внесения изменений перейдите по такому пути. Здесь создайте новый ключ. И задайте ему имя Windows Update. В этой папке создаем еще один ключ. С таким именем. Далее нужно создать новый параметр DeWord32Bita и присвоить ему имя NoAutoUpdate, а затем установить значение 1. После этого система не будет обновляться автоматически. Если вам потребуется обновить систему, нужно вручную загрузить обновление и установить его. Далее уберем OneDrive из проводника. Для этого перейдите по такому пути. И измените этот параметр, присвоив ему значение 0. После этого в проводнике больше не будут ярлыка OneDrive. Еще с помощью правок реестра вы сможете отключить экран блокировки Windows 11. Если вы не используете пароли и вам не нужен этот экран, в редакторе перейдите по такому пути. Создайте новый ключ с именем Personnalization. Затем создайте новый параметр DeWord. NoLockScreen. И присвоите ему значение 1. Вот и все. Экран блокировки отключен. Для включения достаточно просто удалить этот параметр или установить значение 0. Windows 11 кардинально изменило некоторые наиболее распространенные элементы пользовательского интерфейса Windows. Контекстное меню, меню пуск, панель задач, приложение настройки, а также центр действий и уведомлений. Если вы не хотите больше получать уведомлений, их можно полностью отключить с помощью реестра. Перейдите по такому пути. Здесь создайте новый параметр DeWord. С именем Disable Notifications. И присвоите ему значение 1. Затем перейдите по следующему пути. И здесь создайте такой же параметр с именем Disable Notifications. И присвоите ему значение 1. После этого центр уведомлений будет отключен. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. Итак, как видите, изменение настроек реестра может значительно улучшить использование операционной системы, предоставив дополнительные возможности и решив различные проблемы. Но помните, что при внесении изменений в реестр вы должны быть крайне осторожны, так как любой необдуманный шаг может привести к нарушению работы системы. Четко следуйте инструкции и не забывайте делать резервные копии, чтобы в случае неудачи вернуть систему первоначальный вид. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok